Этот топовый танк новинка одного из прошлых обновлений, но почему-то на нем никто не играет. Здорово танкисты, с вами Укус, сегодня расскажу вам о топе Британии, Челленджере 2 Black Knight, он же Челленджер с комплексом активной защиты. На нем установлено 4 контр боеприпаса, которые могут сбивать как птуры, так и медленно летящие кумулятивы и фугасы. В остальном же это все тот же Челленджер 2 без дополнительной брони, разве что в одном месте толщина брони башни больше на 10 миллиметров. Но грубо говоря это тот же Челленджер. Если рассматривать модули этого танка, то тут тоже есть незначительное отличие. У Челленджера 2 есть доп броня Дорчестер 2Е, надеюсь я правильно прочитал, если неправильно напишите в комментарии. Она добавляет аж целую тонну к массе, но как правило живучести она не добавляет, от этого одевать ее не стоит. А вот Челленджер Black Knight ее уже не имеет, но имеет зато СПО, систему оповещения. Как я уже говорил, топы Британии это одни из непопулярных топов, на них практически никто не играет. Если вы кого-то увидели на Челленджере, то считайте, что вам повезло. К непопулярным нациям на топах еще можно отнести такие нации, как Япония, Италия и Франция, потому что машины там посредственные. Пока ты без стабилизаторов докачаешься до топов Франции, у тебя прогорит вся жопа. А сами ли клерки в стоке на кумулятивах, то еще удовольствие. Италия оттуда же, медленные ареты с долгой перезарядкой и можно сказать, что без брони. Это вообще мамонт, который почти вымер. У Японии же между 9.0 и 10.7 огромная пропасть, поэтому докачься до Японии не каждый. Но у Британии просто медленные машины. Хоть их тут и много, и у Британии есть хорошие топы, но не в ветке Челленджеров. Машина можно сказать пассивная, максимальная скорость всего 59 км в час, это при топовой модификации. Скорость назад тут тоже быстрая, 37 км, поэтому можно легко куда-то свалить. При условии, что вы особо никуда и не ехали. Эти 59 км вы никогда не наберете, средняя скорость у вас будет где-то километров 30. А если вы хотите прям разогнаться, то максимум, что вы наберете, это где-то 50 км. И то он их набирает очень долго. Это при условии, если вы будете ехать по нормальным грунтам, но если вы будете ехать по говнам, то ваша скорость составит не более 25 км в час. И это все при максимальной прокачке. А представьте теперь, что танк у вас стоковый, это же вообще ужас. К слову, могу сказать, что этот танк еще не самый медленный. Есть еще Челленджер 2 Тес в круг обвешанной ДЗ. Вот он набирает эту скорость еще медленнее. Но сегодня у нас видео не о нем, а о Блэк Найте. Из видео мы уже поняли, что Челленджеры нихрена не едут, а значит о каких-то прострелах и таймингах можно забыть. Мы как гадкий утенок, не можем ехать туда, куда едут все. Мы где-то ищем место себе на отшибе, ждем свою жертву, а потом медленно продвигаемся к респауну, когда все уже посливались. Брони у нас тоже нет, разве что на башне. В корпус мы пробиваемся всеми. Единственное, что не сможет нас пробить, это наверное ранние ломы леопардов. На ВЛД есть ДЗ, который иногда танкует. Но зачастую ему в ВЛД никто не стреляет, в основном стреляет в казну, либо в НЛД. Щеки тут жирные, примерно как на Абрамсах, но туда вам никто стрелять не будет. Вот вы когда Челленджер видите, куда ему стреляете? В НЛД? 90% из вас будет стрелять ему сразу в НЛД. Потому что там БК и его проще в НЛД заваншотить. Но иногда Челленджер может танкануть мехводом. Лоб у британского мехвода настолько крепкий, что иногда может остановить лом 3БМ60, ну или топовый лом леопарда 2А6. Потом конечно вместо него пересядет другой. Вот тот как правило уже не танканет. Но зачастую там и танковать уже будет нечему. Ну что мы о минусах то о минусах, давайте хоть плюс какие то разберем. К плюсам с натяжкой можно добавить перезарядку. Тут она составляет 5 секунд на АСах. Почему с натяжкой? А потому что тут заряжающий и боекулатка первой очереди, аж на целых 4 снаряда. Ну и один конечно же в стволе, получается 5. После этого перезарядка идет довольно долго. Плюс если вам еще выбить заряжающего, то прикурите вы конкретно. Также к плюсам могу отнести то, что здесь лом в стоке. Уважаемые танкисты, напомните мне пожалуйста, как много у нас в игре топов, которые имеют лом в стоке. Если не соврать, по-моему это всего 2 нации. Швеция и Британия. Во всех других в стоке идут кумулятивы. Где-то страдать надо дольше, а где-то меньше. Потому что иногда улитки делают поблажки и добавляют лом на первую ветку. Игра в War Thunder на кумулятивах приносит вам сущий ужас. Бросает вас в пот и поджигает вам пятую точку так, что танки вы потом запускать не хотите. При этом мягко намекая, что мол задонать. Но если вы хотите задонатить, обязательно нужно это делать по ссылочке в описании, да, чтобы получить мою наклейку и меня соответственно поддержать. Ну а тут в стоке у нас снаряд L23A1 с пробитием 396 мм. Это куда лучше, чем кумулятив на 400. Тут хотя бы можно через кусты и через дома стрелять спокойно, пробивая танки. Также на первой ветке расположен снаряд уже с большим пробитием. Л26, который пробивает 493 мм, это уже посильнее будет. Ну а в топе у нас L27A1 с пробитием 564. Я бы не сказал, что это прям какая-то сущая разница будет. Поэтому к топовому лому я бы не торопился, лучше бы качал подвижность. Ну и самая главная фича это комплекс активной защиты. Тут у нас их аж целых 4 штуки. Они сбивают как птуры, так кумулятивы и фугасы. Очень сильно помогает от вертолетов, особенно вторым пиком, либо когда обиженка летит вас штурмить. У нас их тут всего 4 штуки и когда они разрядятся, зарядить их можно будет только на точке. Вообще в игре у нас есть 3 техники с комплексом активной защиты. Это мерковать 4М за Израиль, там количество контр боеприпасов аж целых 6 штук. И советский Т-55АМД-1, там количество контр боеприпасов аж 8 штук. Я кстати не делал по нему видео, если вам интересно, то можете написать в комментарии, обсудим. Сам комплекс активной защиты очень хорошо помогает от вертолетов, или же когда на вас нападает какая-нибудь БМП-2М. Она в вас откидывает 4 птура, вы эти 4 птура сбиваете своими 4 контр боеприпасами и даете ей мощнейшую британскую плюху, от которой скорее всего она отлетит в ангар. Это для тех ребят, кто любит покатать на бережке на 1.0. И бьет себя в грудь какая она имба. Челленджеру эта коробочка вообще не помеха. Сами топы Британии очень медленно и не подходят под мой геймплей. Я больше люблю быстрые машины, но если вы пассивный игрок и любите где-то покемперить, то машинка вам зайдет. Оставляю вам бой, где вы можете наглядно видеть, как я не успел на проезд, куда я поехал и как я поиграл в целом. Если видео вам понравится, жмите лайки, пишите комментарии. Ну и не забывайте залетать в дискорд и телеграм-канал, которые находятся в описании. Там же и моя скидка на наклейку. Ну а я желаю вам приятного чаепития, танкисты, и почаще сбивать патуры от этих вертолетчиков. Приятного просмотра. Кто-то ракет опускает с респаштой. Походу, слушай, это Тор. Да, это Тор стоит. Обобщение. Ну вот сделал вроде там 9 киллов, но, блин, как некомфортно играется на нем жесть. Не мой геймплей. Если вы любите поврываться куда-нибудь, то это и не ваш геймплей. Система видимости основы-основ сейчас была на вашем экране. Реализма попахивает. Десятка, да? Ну, ядерка почти. Почти ядерка. Еще раз, два, три, четыре. Четыре танкиста. Возможно, это будет дальний респ. Нет. Ладно, у меня касс есть, если что. Четыре ракеты я точно собью. Ну, это не он. Там, а, там их два было, да? Ну, давай. Стой, 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 стой. Вот так стой и никуда не уходи. Сейчас я заряжусь и тебе ебну. Давай. Все, вот так стой. Вот так, молодец. Хороший танкист. Все, видите? Хороший танкист. Сейчас опять скажут с ботами играю. Фраги сами проезжают в прицел. Если что, это была не подкрутка. Я никому не звонил. Так, ну, вывод по Блэк Найту. Очень медленный топ. Очень медленный. Медленный равно мертвый. Тайминги не успеваешь. Проезда не успеваешь. Где-то только стоять. В крысу играть. Фраги подсасывать. Играть вторую линию. Потихонечку где-то через какие-то ебеня объезжать, чтобы тебя не убили на стандартных прострелах. Иногда танкуют лбом мехвода. Выбивают двигатель. Но, блин, очень медленно. Ну, камон. 25 километров в гору он едет. 25. Этот БВМ, против которого я играл, он в гору летит 50 просто. А я еду 25. Еще и башня медленно поворачивается. Окей, есть касс. Но в этом бою, вот вы видели, чтобы по мне кто-то ракетами стрелял? И я нет. Но зато стреляла маме. И ломами будут стрелять намного чаще, чем ракетами. Поэтому касса он как бы нужен и нет одновременно. Все. Но он еще более-менее двигается. Вот другие челленджеры, они еще хуже. Вот этот Тес вообще со своей броней, он еще медленнее, чем этот. Так что, если ты турмсовод, любитель пассивного геймплея, то вот тебе подойдет. Ну, а так, мусор, как по мне. Никакого врыва, никакого раша, типа там, никаких прострелов, таймингов. Нет, можно забыть. Поэтому на челленджерах и никто не играет. Один, может, два челленджера в бою максимум будет. Если была бы такая имба, прям на нем бы все катали, как на тех же Абрамсах, Советах, Шведах. Сейчас он в каждом бою. Шведы, немцы, Советы, Абрамсы. Но иногда попадаются тайпы. Попробуйте найти Леклерк, попробуйте найти Ариету и попробуйте найти Челленджер. Китайцы попадаются, да. Но Леклерки тоже иногда попадаются, но очень редко. Ариеты, Челленджеры просто исчезли вообще. На них никто не играет. Потому что мусор. Потому что мусор, да. Ариеты, Челленджеры просто исчезли.